Вот. Давайте я вам обещала показать картину «Любовь», которая сама себя написала перед тем, как было написано «Мироздание». Вот она, «Любовь». «Любовь окутывает, обнимает всю нашу Землю». Один из заслуженных лётчиков сказал, космонавтов, лётчик-космонавт, он сказал, что это эмбрион любви планеты Земля. Потом так увидим. Вообще, в моих картинах каждый видит своё. Обычно художники судят по его картинам. У меня, если честно, можно судить о зрителе. Что вам видят в картинах? Вот это вот сзади меня картина «Ночь Востока». «Ночь Востока». Вот эта картина называется «Земля любви». «Хранители». Как бы смысл тот, что зло растворяется в реке вечности. «Ива сияла над миром». «Сила любви, добра и радости». Смогли ли вы в себе это открыть? Это уже второй вопрос. Следующее, что у нас? Какая картина? Это картина «Дуэт». Как я говорю, каждый видит своё. Кстати, писала её с использованием кофе. Когда она находилась у меня на выставке в торговом комплексе «Кристалл», однажды мне позвонил человек и прям очень такой воодушевлённый кричал. «Вы написали единорога! Это так здорово! Вы знаете, что дата, когда написана эта картина, это именно сегодня. И как-то это связал именно с единорогом». То есть, ещё раз повторюсь, что в моих картинах каждый видит своё. А здесь представлена авторская копия картины «Весна». То есть, мужчина-солнце целует женщину землю. И под его поцелуями она пробуждается. Начинают бурлить реки. И всё просыпается. Как я уже говорила, я не беру натуру, напишу в потоке. Вот эта картина «Жизнь». Тоже каждый видит своё. Например, медики увидели в этой картине, правда, сейчас, знаете, на камере её не очень хорошо видно, как-то немножко отсвечивает. Но вот медики в этой картине увидели, например, кровеносную систему. И приобрели в свои центры медицинские. Кто-то видит в этом философский смысл, что наша жизнь как конь проскакивает через поток времени. Давайте я попробую вам поближе показать её. Ну вот, ну, как-то так. А вот сзади меня вот та картина – это интерьерная. То есть она написана специально для дизайнеров. Я принимаю заказы на похожие картины в любой цветовой гамме. Она несёт гармонию. То есть можно абстракцию писать по-разному, да? Но когда вообще приобретаете картины для своих квартир, прислушивайтесь к сердцу. Какой у вас отклик идёт? Потому что есть картины, которые могут разрушить пространство и вас. Но вы приходите домой, вы должны ощущать гармонию. Если вы немножко взвинчены на работе, в офисе или там с близкими, неважно, при взгляде на картину вы должны успокаиваться. На картину дома, которая висит. Испытывать какие-то… То есть вот негативные эмоции, они у вас должны уходить. Тогда эта картина правильная. Чувствуете ли вы внутреннее удовлетворение? Вот эта картина называется… Вот это вот. Рассвет. Это ель. Кстати, исполнять желание. Лучше намерение. То есть чем желание отличается от намерения, да? Желание. Мы как бы… Мы желаем то-то-то. Ну как бы вселенная говорит, ну желайте дальше. Вы в это играете. Вы играете в желание. А есть такое понятие, как намерение. Намерение. То есть мне это будет. Вы же хотели попить чай. Вы наливаете и пьете. Вы не думаете, я желаю попить чай. Вот. Вот это картина ночь. Тоже каждый видит в ней свое. Лучше, конечно, картины посмотреть, либо на выставку непосредственно приехать. Но, честно скажу, на сайте, на фотографиях, как правило, это несколько по-другому выглядит. У меня, знаете, был такой один случай очень давно, когда я решила принять участие в выставке. Много художников. И сидела коллегия такой, типа, значит, зал, как кинотеатр, со сцены. И коллегия ученых-мужей из художественного мира сидели, и художники ставили перед ним свои работы. И коллегия решала, брать эту работу на выставку или нет. Я пришла не с работами, я пришла с фотографиями. Вот. И показала им, они говорят, что вы, разве это живопись? Нет, конечно. Со мной была приятельница, которая видела работу вживую. И она меня заставила буквально привести на эту комиссию две моих реальных, оригинальных работы. Они обе, по-моему, уже протаны. Вот. И когда мы... Значит, такая картина. То есть скучающая комиссия смотрит работы. Да, нет. Когда я поставила свои работы, что с ними произошло? Они все повскакивали с мест, подбежали к этим работам. И вот, вот, конечно, конечно будете участвовать. Не надо привозить фотографии. Вот что. Вот это, то есть такое оживление у них пошло. Ну, вот такой вот случай, что все-таки картины лучше смотреть вживую. Вот так.